Фонд «Дом доброты» приглашает вас на благотворительный «ФТАР» на борту теплохода «Жемчужина» 25 апреля 2021 года. Вырученные средства от продажи билетов будут полностью направлены на лечение больных детей. Военно-морские силы Турции являются сильнейшими в регионе. К такому выводу пришли специалисты Израильского исследовательского центра морской политики и стратегии Университета Хайфы. Большая часть их недавнего исследования была посвящена росту турецких ВМС, пишет «Голос Турции». Эксперты рекомендовали израильскому правительству серьезно подумать о военном потенциале, которым уже обладает Анкара. Турция производит собственное вооружение и военную технику, в том числе крылатые ракеты с радиусом поражения в сотни километров. В целом Анкара переходит к самостоятельному производству военно-морских активов и полагается на немецкий опыт при строительстве подводных лодок и других кораблей и вспомогательных судов. Военные суда Турции на сегодня действуют в Средиземном, Черном, Эгейском морях и при необходимости участвуют в миротворческих и иных миссиях за рубежом. Корабельный состав имеет общую численность около 160 боевых единиц с учетом боевых кораблей и катеров всех классов, а также порядка 130 обеспечивающих. Отдельное место занимает береговая охрана Турции, которая имеет в своем составе порядка 140 кораблей и катеров различного класса. ВМС Турции вносит значимый вклад в миссии НАТО. После ввода в строй десантного корабля амфибии «Анадулу» в 2022 году Турция планирует сформировать военно-морские силы оперативного реагирования. Это выведет страну на пятое место в НАТО по способности оперативно реагировать на кризисные или военные ситуации. На данный момент это право принадлежит лишь четырем странам Альянса. Турция активно модернизирует свой подводный флот. В ближайшие годы, до 2027-го, должно быть построено шесть субмарин типа «Рейс» по модернизированному проекту Type 214TN с анаэробными силовыми установками. Также идет строительство патрульных катеров, фрегатов и корветов, которые будут нести новейшие крылатые ракеты «Атмаджа», разработанные национальной промышленностью для поражения надводных и сухопутных целей. Ожидается, что после Турция сосредоточится на строительстве субмарин на базе проекта Type 209. Израильские эксперты обратили внимание и на масштаб проводимых Турцией различных военно-морских учений, в которых нередко принимают участие более ста кораблей надводного и подводного флотов и десятки самолетов. Учитывая, что турецкие ВМС могут действовать далеко за пределами своих границ, эксперты сообщают, Израиль не может игнорировать внушительный состав сил и средств ВМС Турецкой Республики. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Продолжение следует...